В преддверии Дня Матери хочется вспомнить стихотворение Сергея Михалкова. Ну, не все, конечно, а так, кусочек. С лесенки ответил Вова. Мама летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер. Ну, сегодня, конечно, мамой милиционером никого не удивишь. А у нас в студии Истра РФ сегодня мама, в активе которой два высших образования. И на момент нашей прошлой встречи, 4 года назад, было 30 профессий. В студии у нас сегодня Александрова Александра Алексеевна. Добрый день, Александра. Добрый день. Мы встречались с вами 4 года назад, мы были у вас в гостях. На тот момент вы были мамой четверых кровных детей, и 12 детишек было у вас приемных. Двое на тот момент уже вышли во взрослую жизнь. Что изменилось за эти 4 года? На данный момент еще 5 детей достигли совершеннолетия. Вот. И стали взрослыми, получают уже свои профессии. Некоторые уже живут самостоятельно и строят свои семьи. А сейчас с вами сколько детишек осталось? 9. 9. 9. То есть вы по-прежнему большая дружная семья? Ну, я это воспринимаю как совсем мало детей осталось. Совсем мало? Вот это да. Всего 9. В вашей жизни, насколько я знаю, тоже есть изменения. Раньше вы работали дома, теперь вы вышли в свет. Куда? Ну, дело в том, что тогда у меня только был новорожденный малыш. Плюс еще перед ним были близнецы маленькие, которые еще в детский сад не ходили. Поэтому выбор у меня был небольшой. Хочешь, не хочешь, но работаешь дома мамой. А сейчас все дети повзрослели, выросли. У меня младшему ребенку 4 года. То есть он сам фактически уже большой и самостоятельный. Был период, когда дети уходили утром, кто в сад, кто в школу. И я оставалась дома вообще одна. А старший в колледж. То есть это был такой период. Я сидела и думала, вот я одна, и мне уже можно чем-то заняться своим, не детьми. И постепенно, пока дети росли, у меня появлялось свободное время. Мне хотелось как-то свободным временем распорядиться своим. Ну, и, наверное, энергии было появляться стало больше. Потому что я стала проводить какие-то мастер-классы для детей, для союза многодетных семей здесь в Истринском районе. И просто вот сколачивали какие-то такие группы мам. И проводили там какие-то творческие мастер-классы. Вы же, насколько я знаю, и вышиваете хорошо, и у вас целая мастерская дома. Да, я получила еще две профессии. Учитель декоративно-прикладного творчества и тренер по шахматам за последнее время. Это вот за годы, когда вы были дома? Да. Мало 16 детей еще и успели получить две профессии. Так, и дальше как? Ну, поскольку мне хотелось, чтобы мои дети чем-то занимались, не всегда есть возможность куда-то ходить, это же надо все оплачивать. Поэтому я организовала для своих детей занятия французским языком, каллиграфией, шахматами. И вот мы еще приняли просто детей, бесплатно совершенно было, просто кто хочет. Я даже объявление делала, если хотите, присоединяйтесь. И вот у нас сколотилась такая группа детей, которые вместе играют, вместе дружат, вместе гуляют во дворе и вместе занимаются еще какими-то интересными делами и творчеством. Ну, еще к тому, что как-то надо же деньги зарабатывать, когда появляется возможность. То есть вот хотелось не что-то такое грустное, там не в офисе, то есть работа офисная. Я поняла, что мне не подходит уже на этапе 4-5 детей, потому что я поняла, что я хочу все время быть вместе со своими детьми и видеть, как они растут. Они оплачивать услуги няней, помощников. И что все любят? Все любят праздники. Поэтому как-то так я еще пришла к тому, что я еще стала организовывать детские праздники с воздушными шарами, с квестами какими-то. Ну, я стала такая специалист по детским праздникам, по радости детской. Причем придумывали мы что-то совершенно, что нам хочется самим. От этого и отталкивались, сами делали реквизит, сами. Дети помогали вам. Да, то есть у меня вот такие мастер-классы, что прямо вот, не мастер-классы, а квесты, что прямо во время квеста ребенок что-то вот сам участвует, что-то мастерит, что-то делает своими руками. И в итоге мы что-то получаем на выходе. Сейчас вы продолжаете этим заниматься, развивать это направление? То есть к вам можно обратиться, и вы подарите детям праздник? Да, мы привозим воздушные шары. Плюс это будет интересно для самого ребенка, потому что он будет тоже задействован, он тоже будет творить, придумывать, создавать свой праздник. Так я поняла, да? С праздниками, с вышиваниями, с какими-то вот самоделками, поделками. Это понятно, это близко многим мамам. А шахматы-то как? Вообще я сестра действующего шахматиста. И я выросла, сама играла в шахматы, я играла за свою школу, участвовала в каких-то турнирах тоже. Правда, со временем я шахматы бросила, потому что меня обыграл младший брат. Вот как. Мне это было очень обидно. А мой младший брат сыграл в высшей лиге, был чемпионом среди юниоров. И сейчас он играет в высшей лиге, и в общем с гроссмейстерами сражается, и постоянно участвует в турнирах до сих пор. У меня дети заинтересовались игрой в шахматы. Это как-то так тоже случайно произошло. То есть не то, чтобы я этого очень хотела, а вот просто как-то они стали играть, спрашивать, у них что-то стало получаться. И тут я понимаю, что платить тренерам тоже то, как бы мы не можем себе это позволить. Но я-то могу научить чему угодно. То есть я такой человек, который может быстро что-то вспомнить или освоить, или выучить заново. И потом могу научить этому всех остальных. Поэтому я приняла решение, что я тогда сама буду детям все рассказывать. И вот мы опять набрали команду. Так. И так получилось, что вот у меня набралась команда из шести человек. И мы тренировались там два-три раза в неделю, встречались. Я им рассказывала, что-то показывала, они друг с другом играли. Через год я просто поняла, что нам бы уже других соперников помириться с силой. Нам нужны какие-то спарринги, игры какие-то, нужны турниры. И вот мы стали выезжать в Москву, играть на каких-то турнирах. И потом пришли в арену, как участники, собственно. То есть я всю свою команду привела в арену. И сидела там на всех занятиях, чтобы смотреть, что моя команда-то делает. Я же их тренер. Я их на самотек не пускала. Помогала там тренеру второму. Советы свои непрошенные давала. Вот я хотела спросить, молча сидели или все-таки не утерпели? С чем-то мы были не согласны, естественно. Я, в общем, предложила помощь. Я говорю, давай я тебе буду помогать с теми, кто снова приходит. Ну, чтобы вам не отвлекаться, потому что вам тяжело как бы и то, и то. Вы ко мне, если что, сажайте ей домашнее задание, проверю, помогу. Вот. Допомогалась до того, что, в общем, летом пришла к ним на работу. Устроилась вторым тренером. Как удается выходить-то из дому, вырываться из дому? Потому что девять детей, ну, извините, это тоже не три ребенка и не два. Да и двоих-то бывает, не знаешь, как вырваться на работу. Ну, тут помогает то, что мы с мужем работаем так, что вот можем друг друга заменить. А еще помогает то, что я же вот только что озвучивала, что я же не могу работать где-то в офисе и без детей. Мои дети работают со мной. То есть они все 20 часов в неделю со мной в клубе тренируются. То есть активно работают, можно сказать, в клубе. Занимаются шахматами. Вам самой нравится работать с чужими детьми, с другими детьми? Как-то вот, ну, дома дети, 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 дети. Дети вырвалось на работу, вздохнуть воздуха свободы, а там опять дети, дети, дети. И свои, и другие. А там другие дети, да, и хочется с ними поделиться. Но больше всего нравится то, что у детей горящие глаза. И моя, наверное, сильная сторона в том, что я могу какую-то скучную вещь, ну, казалось бы, шахматы, да, скучно, там что-то такое, вот ходи там, двигай фигуры. А я могу это все подать так, что детям становится интересно, у них горят глаза, и даже некоторые мамы забирают, а дети говорят, можно мы еще посидим? Мы не хотим домой. Мы не хотим. И так практически каждый раз бывает. Плюс я же привела свою команду, они все почти девочки. А тут до этого практически девочки. Ну, вообще в шахматах девочек мало. Мальчишеский такой вид спорта, да. Да, то есть считается, что шахматы это для мальчиков, а девочки так, ну, могут, конечно, побаловаться, поиграть. Я здесь тоже категорически не согласна, может, потому что я именно тренирую своих девчонок. И я как-то всем хожу и говорю, да нет, вот у вас девочка классная, значит, вам на шахматы надо. Вот, и к нам приходят, там говорят, у меня, например, мальчик и девочка, говорю, девочку приводить, ей же тоже интересно. И мамы удивляются, говорят, да, и девочек может. И как-то вот у нас так пошло, 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 и сейчас небывалое количество девчонок просто в арене тренируется. Вот, и самое главное, что у них получается, им это нравится. Я знаю, что у ваших детей, у ваших девочек-близняшек уже есть прям вот такие хорошие успехи в шахматах. Расскажите об этом. Наше первое, второе место по городу Истра, 2015 год и моложе, среди девочек. Потом мы участвовали вот на Московскую область ездили, там мы шестое и пятое место взяли. И по федеральному округу у нас четвертое место, 2015 год и моложе вот одна взяла. Поедем на Россию, у нас все впереди. А вот ваши девчонки между собой как-то соперничают? Кто лучше, кто хуже, кто вот повыше место занял, кто чуть ниже? Как вот они не обижаются друг на друга или наоборот тянутся друг за другом? Как взаимоотношения складываются? Ну, конечно, очень обижаются и хотят. Каждая хочет лидировать. И периодически бывает так, что вот, например, одна проигрывает на турнире, а вторая у всех выигрывает. А та, которая проигрывает, берет потом и обыгрывает победительницу. Вот, то есть у них примерно равны силы. Никогда не знаешь результат. Вообще, я называю, что детский шахмат – это очень эмоциональный и нервный вид спорта, потому что все родители в коридоре нервничают так, как, наверное, в других видах спорта и не бывает. А как вот с эмоциями с детскими справляться здесь? Ну, можно же, вот как вы сама, да, в детстве проиграла младшему брату и бросила? Можно. Как от этого уйти? Во-первых, у нас, ну, с первого занятия я начинаю говорить, что проигрывать даже нужно. У нас есть конкурсы, нужно собрать 30 проигрышей, потом 50. Специально это у нас даже есть в листе достижений. То есть за проигрыш можно получить наклейку, накопить определенное количество наклеек, получить приз. Потому что именно проигрыши важны для роста. То есть я им объясняю, что если вы все время выигрываете, значит, вы играете с теми, кто просто не умеет играть. И тогда получается, что это бессмысленно, и вы не растете. А если у вас есть проигрыш, значит, вам повезло. Вы нашли соперника, который сильнее вас, и он может вас чему-то научить, и значит, это классно. Значит, вам попался достойный соперник, и вы сыграли интересную партию. И вообще я им говорю, что неважно, выиграли ли вы или проиграли, но главное, что партия должна быть интересной. При ее анализе должно быть, как классно, какой классный там удар, какая классная ловушка, и как здорово, что я там увидел ее или не увидел, а соперник оказался такой ловкий и молодец. Вот это должно быть. Что дают шахматы семье? Не только детям в развитии. Понятно, что эта игра очень развивает ребенка, да? А вот с появлением шахмат в вашей семье что-то изменилось? Ну, во-первых, мы играем в шахматы дома. Вот, это даже очень интересно. И сейчас я вижу, наблюдаю, когда за своими детьми, и не участвую в этом, вот просто со стороны, они меня не видят. Это очень любопытно оказывается, потому что я вижу, что мои дети играют в шахматного тренера. Они рассаживают там других детей, не играющих в шахматы или кукол. Устраивают какие-то турниры, говорят, а тебя я вот на турнир запишу там только вот на другой уровень. Во-первых, я вижу, что значит, ага, то есть мои дети видят, что я педагог. И, возможно, у них тоже есть такое вот призвание какое-то кому-то что-то объяснять, рассказывать и тренировать. А во-вторых, они вот с удовольствием играют в шахматы. Это вот как у кого-то на столке там, то есть что-то, что семью объединяет. У нас в шахматы, в принципе, все играют, и бабушки, и дедушки. Коль уж мы заговорили о старшем поколении семьи, как они отнеслись к вашему выбору жизненного пути? Вот такой большой семьи, многодетной. Мои родители уже перестали удивляться. То есть все-таки привыкли, поскольку уже много времени прошло. Принятие произошло, они приняли? У них просто, наверное, может, не было других выборов. Ну, такая вот у нас дочка, да. Ну, по крайней мере, всех внуков они однозначно приняли, принимают, общаются и любят. Вот. И уже не удивляются. Свекровь меня приняла, у меня второй муж. И я выходила замуж с восьмью детьми. И когда мы знакомились со свекровью, я все думала, как же мне сказать, как же вот, что у меня восемь детей. Думаю, сейчас я скажу, и все, все отношения на сморку. Вот. Я помню, как это было. А я, причем, всегда научилась шутить на вопрос, сколько у тебя детей. То есть я говорю, ну, кто же их считает? Такое обтекаемое. Да все мои. Вот. А тут она прям конкретно мне в лоб вопрос задает. А какое конкретно количество детей? Там цифру назови. И как-то мне было уже не отшутиться. И я вздохнула, говорю, восемь. Она такая, ой, как здорово. А у нас в семье тоже восемь было. И я поняла, что, ну, классно. В своем прошлом интервью у вас промелькнула такая фраза, что вот, я должна была спасти мир. Мне надо было спасти мир. Сейчас этот, не знаю, девиз, это правило, эта фраза актуальна для вас? Или вот как-то уже все пережили и спасать никого не хочется? Ну, наверное, спасать уже нет. Более того, я уже говорю, так, все, я свое спасла. Я все. Теперь у меня скорее мысль. Ну, то есть все равно же есть мысль, что делать. Какая там, какая цель в жизни, да, предназначение какое-то, что делать, как жить дальше. И для меня сейчас важно никого-то не спасать, нет-нет-нет. А просто делиться тем, что у меня есть. То есть вот такое, как, не знаю, служение. То есть, опять-таки, для меня вот я могу хорошо объяснить и рассказать про шахматы детям с удовольствием, что они в 4 года уже хотят играть. Вот я могу это делать и делюсь этим, даже если это там как-то экономически невыгодно, там или сложно, или устаю. Ну, вот это мое служение. Мне это нравится, и я это могу. Не знаю, наверное, многие скажут все-таки, мама, посмотрев наше интервью, или даже тем более не мамы, а девушки, может быть, женщины, у которых нет детей или один ребенок, скажут, ну вот зачем это надо? Ну вот зачем это человеку надо? Столько детей. Ни салон красоты тебе не сходить. Не как-то вот отдохнуть на пляжу с бокалом коктейля. Зачем вам это надо? Ну, это как-то было все само, естественно. То есть, возвращаясь назад, вот много раз меня уже спрашивали, зачем, что. Да, я представляю, что много. Это же не было такого, что я вот такая раз, и в один прекрасный день подумала, а заведу-ка я себе 16 детей. Нет, я хотела мальчика и девочку. Когда я была маленькая, я помню свои мысли, мне хотелось, чтобы у меня было двое детей. Мне казалось, это вполне комплект. А получилось, как получилось. То есть, каждый момент, когда я возвращаюсь назад мысленно и думаю, вот как так произошло, просто я не могла в тот момент поступить иначе. Вот тогда я считала, что вот так правильно. И так поступало, и так происходило. Последние, например, близнецы, я тоже одного задумала и просто запланировала одного, бац, их два. А самого последнего я вообще не планировала. Так произошло. Они все сами меня нашли. Да. Вы верующий человек? Да. Детки? Тоже. Приобщаете их, да? Да. Ну, поскольку мы с вами встретились в преддверии Дня Матери, конечно, вам самые лучшие пожелания, здоровья, терпения, чтобы на всех хватило. Поделитесь секретом, где черпаете вдохновение, где вот силы черпаете, чтобы стольких поднять, стольким дать тепло, любовь. Как вы? Подпитываетесь чем? Ну, основное, что я для себя открыла, мне кажется, это для всех подходит, просто может кто-то этого не знает, но вообще я вычитала где-то, что главное, чтобы маме было жить интересно. То есть я выбираю сама, что мне интересно, а мне интересно многое. Ну, например, вот интересно мне путешествовать. Вот я, значит, буду обязательно путешествовать, брать с собой детей и делиться. И если они при этом тоже вот с удовольствием это все делают, то это как бы вдохновляет. Если мне интересно, например, творчество, то я их к этому приобщаю. Говорю, давайте, вот мне интересно, давайте вот я вам покажу, как классно можно там сделать такую вещь или переделать такую, или давайте мы сегодня будем с вами делать Деда Мороза из ваты. И мне само это интересно. То есть я выдумываю и предлагаю те вещи, которые мне интересны. Как это эгоистично не звучит. А им я предлагаю присоединиться. Если им интересно, они присоединяются. И в основном им интересно, потому что у меня много разных предложений и много чем могу поделиться. Ну вот действительно, говорят же, что поделиться чем-то можно только тем, что у тебя есть. Да, если это неинтересно, то зачем тогда этим заниматься. То есть мы стараемся максимально заниматься тем, что интересно. Ну и ваши пожелания тем, кто только планирует стать мамой или, может быть, кто боится стать мамой или папой, скажем так. И, конечно, уже тем, кто стал мамой. Наверное, основное – это вот не жертвовать собой, не приносить себя в жертву, а делать все с увлечением. То есть если уже вы мама, давайте этим наслаждаться, давайте брать плюсы, а не минусы от этого. Не забывать отдыхать, пить чашку чая – это же все очень важно. И вот эти мелочи дают потом вдохновение, чтобы заниматься детьми с улыбкой и вдохновлять их на что-то больше. А когда дети вдохновлены, так мы же сами от этого и получаем обратку все. То есть все бонусы, и нам самим хочется продолжать в том же духе. То есть главное – заниматься любимым делом. Для меня важно быть с семьей, с детьми. Я начала и работу такую, которая позволяет быть с детьми, а не бросать их где-то. Спасибо вам за то, что выбрали и для нас время в своем таком графике. А я напоминаю, у нас сегодня в гостях была многодетная мама, неутомимая женщина, энергичная, с неиссякаемым чувством оптимизма и веры в лучшее, Александрова Александра Алексеевна.